27 августа 2021 года. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня мы поведем вас в интересное путешествие по еврейскому кварталу. Вы, наверное, знаете, что в Иерусалиме, в городе трех религий, в старом городе есть четыре квартала. Мусульманский, христианский, армянский и еврейский квартал. И вот экскурсию по еврейскому кварталу, историческую, с посещением интереснейших мест, Рафаэл готовит к следующему воскресенью. А сегодня мы пойдем по еврейскому кварталу, связанному сразу с несколькими вещами. Во-первых, в этом квартале жили предки Рафаэла по отцу. Здесь жил его дед, и не только жил, но и воевал здесь, и был взят варданский плен. Здесь находятся старинные ешивы и синагоги. Здесь мы с вами узнаем историю присутствия евреев в Иерусалиме. Поговорим о роли еврейских женщин, конечно же, о третьем храме и о многих других интересных вещах. Так что выпуск сегодня будет очень пестрым, связанным с завтрашним днем Успения. И закончим мы нашу прогулку у места Успения Божьей Матери. Так что, можно сказать, будем ходить сегодня по тем местам, где точно ходила Богородица. Но так ли все выглядело в то время? Об этом мы поговорим и узнаем много интересного сегодня. Путь! Да, сегодня действительно особый день, чтобы ходить по этим местам. Будем идти до места Успения Пресвятой Богородицы. Но сзади находится место, куда она была введена, согласно нашей православной предании. То есть, это место, где стоял храм, второй храм. В наши дни там находится мечеть Алакса, которая сзади меня, и купол над скалой. А вот еврейский квартал как раз расположен между армянским и мусульманским христианским кварталом. И мы будем с Анной ходить по дорогам, которые, поверьте мне, не все местные даже знают. Даже не все жители старого города знают эти места. Давайте я приключу. Вот, и вы будете идти с нами. Да, дело в том, что существуют определенные штампованные места, которые всегда все гиды и все туристы видят. Однако, есть в старом городе и в еврейском квартале очень много разных переулок, где даже когда бывает пик туризм, туристы редко по ним ходят. Мы вам расскажем также историю этого квартала. Дело в том, что начнем со времен Христа. Это будет для нас самое удобное. Дело в том, что времен Христа были два района. Один из них был нижний, который находится под нами, а другой верхний. Вот, вы знаете, вот будем идти как раз оттуда. Вот, давайте сворачиваемся отсюда. Отсюда. О, подождите, очень красиво. Смотрите. Да, это гора Ильонская напротив нас. Под Ильоном это Гефсимания, как раз место, где гробница Пресвятой Богородицы. Получается, был верхний город и нижний город. Мы знаем эти названия благодаря историку Йосифа Флавии. Отсюда тоже красивый вид. Вот, к стене плача. Видите, нижний город – это под стены плача. То, что мы видим под стены плача, чуть правее. Это город Давидов, Силуан или, как называли во времена Йосифа Флавии, нижний город. А в верхнем городе, как раз видом на храм, видите, здесь храм, храмовая гора, времен Христа. Здесь просто стоял храм Иродов, который был один из самых великолепных вообще на востоке. Именно здесь, где мы стоим с вами, жила как раз еврейская элита времен Христа. То есть первосвященники, богачи и так далее. Я об этом подробнее расскажу вам в отдельном экскурсе, который у нас будет на Топусе. В следующее воскресенье обязательно это покажу. Я хотел это делать на днях, но из-за ковида это было невозможно. Но вместо того мы просто с вами походим здесь. Так что, опять повторяю, это верхний город. Этот верхний город был разрушен 70 лет после Рождества Христова. Евреям было запрещено здесь находиться. Однако на территории Сиона, куда мы идем с вами сейчас, мы знаем, что была маленькая, небольшая еврейская христианская община. То есть евреи как-то жили на Сионе, но на этой территории уже не жили. А после второго бунта, который был против римлян уже в втором веке, уже запретили евреям вообще находиться на этой территории. Во времена Византийского империи, то есть 4 век до 7 века, также был запрет на присутствие евреев. Но мы знаем из разных источников, что евреи также даже во времена Византийской империи не в большом количестве находились здесь. Как это все менялось? Менялось все с захвата мусульман. В мусульманском периоде евреям разрешали опять вернуться. А где они селились? Нет, они не селились здесь, в этих местах, они селились выше. Вы обратите внимание, что мы идем вверх. Вся наша дорога сегодняшняя до Сиона будет идти вверх, как паломники, на самом деле, к месту успения. Вот я придумал такой маршрут, но даже люди, которые не обязательно православные или вообще не христиане, смогут также наслаждаться этой дорогой, потому что это такой красивейший маршрут по еврейскому кварталу. Тогда, по сути дела, когда образовался этот квартал, то, что мы видим сейчас, и какие евреи здесь жили, например, в конце первого тысячелетия, в 8 веке, в 9 веке, это были в основном даже не сефарды, то, что мы называем, а арабоязычные евреи, в основном они все говорили по-арабски. Естественно, это был мусульманский период, и язык, который был здесь, был в основном арабский. Евреи, конечно, молились на еврите, говорили на еврите, но это был как священный язык. А так, говорили они в основном или на арабском, или на арамейском. Так это было весь первое тысячелетие. В втором тысячелетии, как мы знаем, были крестоносцы. Да, вот 12-13 век, при крестоносцев также убивали всех евреев, живущих здесь. Мы это не скрываем, мы знаем про эту ужасную историю. Кстати, православные обычно плохо относятся к крестоносцам, или хотя бы сложно к ним относятся. Вот мы говорим о крестоносце, вот сейчас как раз, я даже это не планировал, но здесь есть древний Тевтонский храм, который, к сожалению, совсем в запустении. Мы даже к нему, даже доступа нет, но мы можем через дырку, вот, может быть, камеру, попробуем как-то высовывать вот отсюда. Ой-ой-ой, место выглядит совсем не очень хорошо, можно высовывать вот это вот. Вот, это Тевтонский храм в честь Богородицы, дорогие мои. Тоже это называлось Святая Мария, немецкая. Так что вот при крестоносцах и Тевтонцах никаких евреев здесь находиться не могли. Когда все менялось, при Салахадине, дорогие мои, когда люди говорят, что евреи жили мирно с арабами, довольно долго. Не говорю, что не были никакие... Когда говорят о том, что евреи жили мирно с арабами, это иногда как бы, ну, приукрашивать правду. Но, в принципе, так и было. При Салахадине, это был 1187 году, после того, когда Салахадин выгонял отсюда крестоносцев, евреи опять могли сюда вернуться. Но что это были за евреи? Европейские евреи, сефардские евреи? Нет, это были то, что называется муста-арабим. Муста-арабим – это означает арабоязычный еврей, и среди них были немало караитов. Караиты – это как раз евреи, которые не признают Талмуда. Они как бы только признают Священное Писание. Сейчас их очень мало, но даже до сих пор существует самая древняя в мире существующая синагога. Это как раз караитская синагога с 9 или 8 века. Это, конечно, удивительно. Когда появились здесь сефарды? Кто такие сефарды? Сефарды – это евреи, которые говорят на язык, которые похожи на испанский. Вообще, сефарадим – это выходцы из Испании. Дело в том, что в конце 15 века король и королева испанские решили выгонять всех евреев из их территории. Это если они отказываются принять крещение в католическую церковь. И таким образом на Востоке оказалось огромное количество довольно образованных евреев. И потихонечку они стали просто доминирующим на Востоке, в Иерусалиме. Они стали единственные как представители юдаизма. Также были ашкеназские евреи. То есть евреи, которые живут в европейских странах. Но они здесь стали появляться только в 18 веке. То есть 1700 был один раввин, Абраам Хасид, который решил построить синагогу. Ее достроили только сейчас, в 2010 году. Называется Хурба. Когда будет наша топос-экскурсия, я вам сделаю подробные экскурсии по этой синагоге. Да, это вот как раз там. Ему не удалось построить эту синагогу в 18 веке из-за долги, которые были. Потом сам раввин умер. И поскольку не было никаких денег, и сефарды были тоже не очень интересованы, чтобы была огромная синагога ашкеназов. То есть ашкеназы – это западные евреи. А сефарды, они как бы стали уже более такими восточными, средиземноморскими, скажем так. Не восточные, а средиземноморские. И, короче, ашкеназы были в долгах. И именно поэтому строители-мусульмане решили разрушить то, что они построили. То есть, мол, вы не можете нам вернуть деньги, пожалуйста, мы тогда разрушаем это. И поэтому место стояло в руинах. И все стали называть разваленная синагога. То есть синагога в развалинах на иврите – это Хурба. До недавнего времени здесь просто стояла вот такая арка, довольно живописная и красивая. Но сейчас, как я вам уже говорил, это самый такой мощный памятник в еврейском квартале. И видите, под ним как бы изображение семисвечек. На самом деле семисвечник этот относится уже к новейшей истории еврейского квартала. Дело в том, что сейчас здесь не живут ни одни из перечисленных Рафаилом еврейских общин. Здесь нет практически ни одной коренной семьи. И те евреи, которые жили здесь до 1948 года, никто из них вернуться в этот квартал не смог. В этом такой грустный очень парадокс. Да, еврейский квартал в 1967 году, после шестидневной войны, был восстановлен. И евреи сюда смогли вернуться только не те оригинальные жители и не в свои дома. И вот об этом мы еще сегодня расскажем, поговорим, потому что Рафаил эту тему знает прекрасно. Это связано просто с его семьей, с его дедом, с его родными по папе. А вот этот семисвечник уже связан с чаяниями нынешних жителей района. А нынешние жители района – это ашкенасские евреи. Именно те из них, которые не так давно приехали в Израиль, не имеют принадлежности к какой-то конкретной школе, какого-то конкретного раввина. Они чаще всего новообращенные люди, главная цель которых – построение третьего храма. И жить около стены плача. В Иерусалиме много религиозных районов. Некоторые из них мы вам уже показывали, некоторые не показывали, их очень много. И вот в этих районах как раз-таки часто можно видеть семьи, которые живут в Иерусалиме уже 200 лет и больше, ну или по крайней мере там 70 лет, 50 лет. То есть там живут верующие люди, принадлежащие к определенным школам, определенных раввинов. У них есть, как говорится, напротив дома синагога, в которую ходили они и их родители. У них есть раввин, который живет в этом же районе. Тут же ешивы, в которых учатся их мужья. И поверьте, переехать вот сюда, в еврейский квартал старого города, они и не стремятся, и не мечтают, и совершенно не хотят. Поэтому здесь живет определенный контингент. То есть живут новообращенные евреи, которые именно привязаны к идее постройки третьего храма. Здесь, в старом городе, в еврейском квартале, есть организация, которая называется Институт храма. Там собрались ученые, которые изучают все, что касается ветхозаветного храма. И не только изучают, но и изготавливают, то есть воссоздают все инструменты, священнические облачения и так далее. То есть все, что необходимо для богослужения в храме. Давно уже все готово. Помнится, еще лет 15 назад мы ходили с паломниками в музей Института храма и смотрели на эти предметы. Институт храма претендует на то, что они изготовлены полностью в соответствии с предписаниями Ветхого Завета. И вот эта менура, или, как по-русски мы говорим, семисвешник, это, можно сказать, главный атрибут Ветхозаветного храма. Если помните, она стояла перед святой святых у завесы, то есть в притворе храма, и в ней священники постоянно должны были поддерживать лампадки, то есть горящий этот огонь во всех семи чашечках. И вот изготовление этой меноры очень сложное дело. Много лет изучали, как же ее сделать, потому что в Библии написано, что она была сделана из чистого золота. Но золотоматериал, как известно, достаточно мягкий и в то же время очень тяжелый. Соответственно, такая конструкция не могла стоять. И вот раввины, все просчитав и продумав, сказали, что нужно ее сделать из бронзы и покрыть золотом, как бы как единым таким куском золота. И вот занялся этим делом Вадим Рабинович. Это известный украинский политик, бизнесмен. Он пожертвовал 45 килограмм золота, 24 карата, и покрыли им эту бронзовую конструкцию. Весит она полтонны, стоимость оценивается примерно в 3 миллиона долларов. Кстати, здесь же буквально за углом строится большая синагога. И на ней прямо так и написано, что здесь будет построена синагога, где народ Израиля будет молиться о строительстве третьего храма. Итак, в современном еврейском квартале Иерусалима живут в основном американские евреи, приехавшие сюда сравнительно недавно. И дома, которые вы видите вокруг, они были построены в 70-е, 80-е годы. Продолжается строительство и сейчас. Это очень напоминает такие районы Иерусалима современные, как Рамот, например, который строился в то же время. То есть цель была не возродить старинные дома и старинный аутентичный дух еврейского квартала, а напихать как можно больше квартир и заселить как можно больше людей. Не только для того, чтобы занять место, не только для того, чтобы построить третий храм, а для того, чтобы правильно заработать денежку. Потому что квартиры здесь стоят очень и очень дорого. Пользуются как раз тем, что есть верующие люди, в основном еще раз из Америки, которые готовы любые деньги платить за то, чтобы жить у стены плача. Я бы очень хотел показать вам дом моего деда. Его также звали, как и меня, Рафаэль. Меня назвали в честь него. Этот дом показать не могу, так что придется вам верить. Этот дом был разрушен. После 1948 года приорданцев они разрушали очень много домов, в том числе и эту синагогу, которую мы здесь видим. А дом моего деда был как раз недалеко от этой же синагогы. Мой дед участвовал, кстати, во всех войнах Израиля. И война 1948 года, и война 1956, и 1967. И как раз после 1967 года, когда он пошел опять посмотреть на место, где он рос, где он родился, где родились его братья и сестры. Кстати, они жили в очень большой бедности, голод был очень-очень большой. И мой дед, когда пошел сюда в 1967 года, после того, когда город был завоеван, он не нашел свой дом, он нашел просто развалины. Так что мы с вами говорили в прошлой неделе о развалинах Дирьясина, и очень много яростных евреев, которые не знают ни меня, ни мою историю, стали говорить мне, почему ты об этом не говоришь, почему ты об этом... Я историю Иерусалима знаю, ребята, не из Ульпана, не из центра абсорции, а от моих родных. И мой дедушка, хоть его дом был разрушен от ярданцев, и даже сидел в ярданской тюрьме, у него не было ненависть к арабам. Здесь находятся разные синагоги, здесь есть еще и синагога и ещева. Ещева – это духовное училище, где занимаются, изучают разные или священные писания, или талмуд. А тут это ещева для каббалистов. Мой папа Царственному Небесному здесь тоже занимался, тоже учился в этом месте. И, кстати, один из раввинов был его как раз духовный руководитель. Вот пойдемте по этой очень красивой улице, которая, на мой взгляд, хранит вот этот дух древности, который вот раньше здесь был, потому что район был полностью перестроен в 1967 году. Итак, те из вас, которые посмотрели наш последний выпуск про Дирьясин, возникает вопрос, почему вообще эта война была, в чем как бы дело, почему надо было воевать против вооруженных арабов, которые жили в разных районах, в Катамон, в деревнях, как Лифта или Дирьясин. Я не пацифист, я понимаю прекрасно, что когда бывают конфликты, надо воевать, и мой дед сам как бы он в Хагане, Хагана – это был такой отряд, который англичане даже одобрили, в отличие от Иргуна, который был незаконный, считался террористическим. То есть мой дедушка не участвовал в террористических организациях, он просто воевал, чтобы защищать свою семью, своих родных. Стоит сказать, что большинство сефардов, кстати, здесь еще одна синагога, большинство сефардов были аполитичны, то есть они относились, скажем так, к сионизму как-то безразлично. То есть они не были за и не были против. Но мой дедушка как раз, именно из-за его бунтарный такой дух, он всегда хотел более как бы светское государство. Мой дедушка чувствовал, что здесь очень тесно, он хотел вырваться отсюда. И как раз образование нового государства Израиля для него было очень привлекательным. Надо сказать, что его родители это не одобрили, это был как шаг против традиции своего дома. Большинство сефардов, которые жили тогда в Иерусалиме, им как-то было безразличная идея Бен-Гурьона и так далее. Но поскольку они были окружены разными арабскими районами, и шла война, Иерусалим находилась под осадом. Что за осады и почему она произошла? Дело в том, что ООН приняла решение о создании государства Израиль без согласия на это палестинцев. Естественно, что в Палестине не все были мирными крестьянами, которые вполне были согласны соседствовать с мирными евреями. Но были такие, которые взялись за оружие. Образовалась повстанческая армия, и она перекрыла все въезды и подходы к Иерусалиму. В этом и была причина, почему израильские террористические организации с одобрения армии делали вот эти зачистки и уничтожали деревню за деревней. Помните, мы рассказывали об этом в прошлый раз. Выгоняли людей и так далее, освобождали подходы, подъезды к Иерусалиму. А и вокруг Иерусалима, и внутри большинство поселений и районов были, естественно, арабские на тот момент. Так вот, здесь, в старом городе, в еврейском квартале, осада была совершенно страшной. К арабским повстанцам, местным палестинцам присоединились и орданцы, государство Иордания, королевство Иордания, орданская армия. И осада была настолько страшная, что здесь был голод. То есть еврейские дети буквально умирали от голода. Начались страшные болезни, там малярия и все такое прочее. И потом были просто самые настоящие жестокие бои. И вот 48 местных жителей, погибших здесь, оказались как бы в ловушке. Невозможно было эвакуировать их тела и похоронить. Тогда раввины разрешили, временно нарушив закон, по закону нельзя хоронить в черте города, сделать вот здесь братскую могилу 48 павшим мирным жителям района вот этого еврейского квартала старого города. И только в 67 году, когда израильская армия в ходе шестидневной войны захватила Восточный Иерусалим и старый город, тела были вынуты и перезахоронены. А здесь был установлен этот мемориал. Можно только пожалеть, что такая же точно акция не была проведена с 254 погибших в Дирьясин. Как мы говорили, их тела были просто сожжены, так что похоронить их было некому и негде уже, а никакого мемориала на месте их сожжения до сих пор нет. Но об этом мы уже говорили в прошлый раз, а сейчас мы идем с вами дальше. Проблема перенаселения старого города и вообще еврейского квартала в частности началась, конечно, гораздо раньше, чем 48 год. Эта проблема началась уже с конца 19-го, начала 20-го века. Почему и возникли в конце 19-го века первые районы, которые строили еврейские меценаты для евреев за стенами старого города? Повальные болезни моровые и недостаток также питьевой воды. И все это было, конечно, здесь уже очень большой проблемой и тогда. И вот этот район, где мы сейчас, это последний, как бы сказать, строительный проект еврейского квартала, построенный здесь уже внутри, построенный внутри еврейского квартала, построенный здесь еще в конце 19-го века, бароном Ротшильдом. Так называемый дом Ротшильда. Здесь размещалось 15 квартир, в которых могли поселиться еврейские семьи. Итак, во время войны 48-го года именно здесь, на этой территории, собрались все жители еврейского квартала. То есть они не могли находиться в своих домах, они были собраны именно вокруг вот этой структуры, это место. Но израильские войска никак не могли освободить Иерусалим и старый город. И вот потом просто им надо было сдаться, и ярданские войска взяли их в плен. Среди плененных был как раз мой дедушка. К сожалению, фотографии у меня не сохранились, но вот такая у них форма была тогда. Мой дед в детстве даже показал фотографии из тюрьмы, где он сказал как бы с типичной его добротой, что он, поскольку был арабоязычный, он прекрасно там в тюрьме ярданской справился, он даже для других ишкенадских евреев переводил иногда, что говорили ярданцы. И он там был больше полгода в тюрьме, и потом было вот все-таки договоренности, что те, которые были заключены в ярданской тюрьме, могли вернуться, но уже не сюда, а в западный город. А какой район отдали тем, которые были эвакуированы отсюда? Катамон. Район Катамон, который до этого чистили от нееврейских жителей. Получается, ярданцы выгоняли отсюда мирных евреев, евреи выгоняли мирных из Катамона, и вот арабов, и вот перемен населения. Получается, простой народ, который не занимается политикой, всегда страдает в этой большой игре. Вот здесь можно увидеть даже вот этот вот герб, знак Ротшильдов. Видите, в наши дни здесь, как вы уже видите, мальчишки играют в футбол. Это Тальмуд Тура, это училище, то, что называется. Но также в этой здании находятся корпуса организации, которая, в принципе, следит за еврейское наследство еврейского квартала, Хеврале Питуаха Иратика, так и называется. Так что это здание был последний район, который построили благодетели, богатые евреи для местных жителей. Потом они просто поняли, что это невыгодно строить внутри города, и стали строить за пределами города. Районы, как Емин Моше, которые у нас есть, да, обратите внимание, что колонны, которые мы видим, столб этот, это древний римский столб, скорее всего, времен Ирода, да, это типичное иродианское вот строение, надо постоянно об этом напоминать вам. Будем сейчас потихонечку идти дальше, в сторону горы Сионг, место Успения Престой Богородицы, через этого квартала. Больше всего веков жили здесь, в еврейском квартале, как раз именно сефардских евреев. В наши дни фактически их здесь нет. Есть несколько синагог для сефардов, но они здесь не живут постоянно. Мы сейчас как раз идем через дворики, где жили как раз сефардские евреи. То, что не все знают, кстати, это что один из моих прапрапрапрапрапрадедов, да, это был главный раввин, то, что называется Ришон Ли Цион, его звали раввин Шлому Сузин. Главный раввин Иерусалима. Главный раввин Иерусалима, да, это был в турецком периоде, когда была Османская турецкая империя. И отличался особого такого фанатизма, это свойственно нам, когда мы в чем-то верим, мы верим в этом очень горячо. Он был против изображения животных или зверей в синагогах. Дело в том, что для иллюстрации, иногда просто для украшения или для орнамента просто какие-то, иногда бывает, где изображены то люди, то какие-то животные, звери и так далее. И он был категорически против, то есть он был такой иконокласт, такой иконоборец. Вот такой у меня предок Шлому Сузин. Как раз моя прабабушка, ее звали Дона Сузин. Так что вот по прабабушкиной линии мы жители Иерусалима, а дедушка и его папа, они были из Алеппо, это Сирия. А вот видите, здесь восстанавливается синагога Тиферет Исраэль, чтобы стояла рядом синагога Хурба, который мы видим вот отсюда. Здесь есть вот другая перспектива на это. Вот видите, рядом есть педагогический сефардский центр. То есть это, в принципе, вот такой сефардский костяк старого города. И вот тут, конечно же, нельзя не сказать о еврейских женщинах. Вот в этом районе, в каждом вот в этом окошке, в каждой этой квартирке, в каждом доме живет по подвижнице. Не удивляйтесь, что я так говорю, просто моя мама работала 10 лет помощницей по хозяйству в нескольких еврейских семьях. У уважаемых, очень известных в Израиле раввинов так уж получилось. Мою маму ценили за умение наводить красоту, интерьер, порядок, особо красиво раскладывать и гладить белье и так далее. И она очень близко могла наблюдать за их жизнью и, как журналист, отмечать и записывать многие вещи. Хозяйки ее очень любили, когда моя мама умерла. У меня столько было звонков, соболезнований самых теплых от этих ультра-ортодоксальных религиозных женщин. Кстати, они знали, что мама христианка. Она не скрывала, и крестик у нее было видно. Так вот, их жизнь, вы знаете, это вызывает восхищение и глубокое уважение. Потому что жизнь еврейской религиозной женщины – это подвижничество с утра до ночи. Во-первых, это рождение всех абсолютно детей, которых даст Бог. У одной хозяйки, у которой работала моя мама, было девять детей, у другой – восемь. У третьей – шесть, и она как раз ждала седьмого. Главный добродетель еврейской женщины – это содержать кошерный дом и воспитывать детей в вере. Тем, кто никогда не читал Второзаконие, не читал Левит, вообще не читал Ветхий Завет, трудно понять, что такое кошерный дом. Дом, в котором все скрупулезно выполнено по бесхозаветным заповедям Моисеевым. Я скажу кратко, там регулируется каждый шаг, каждый момент жизни человека. И вот соблюдение всех этих заповедей внутри дома, в хозяйстве, в кухне, в спальне, в детской, во всех местах, лежит на женщине. Это очень большой труд. Мало того, верующие женщины трижды в день молятся, занимаются много со своими детьми. Они учат девочек рукоделию, они учат девочек готовить. Мальчиков они воспитывают обычно до семи лет, потом больше папа занимается, но тем не менее они учат детей о Боге. И радости, вот такой нашей женской радости, в кафушку пойти с подружками посидеть, у них ее практически нет. Я также наблюдала за ними в роддоме, поскольку у меня четверо детей, соответственно, каждый раз я лежала с разными женщинами, с арабками, с еврейками, с религиозными еврейками. Радости у них особой в жизни нет. И вот в этом их огромный подвиг, потому что они живут просто в терпении. В терпении и ожидании, ожидании Мессии, ожидании Царства Израилева на земле. И вот Матерь Божия ходила по этим местам, по которым мы ходили сегодня с вами. Она видела те же Иерусалимские камни. Да, здания были другими, но тем не менее. И Матерь Божия была еврейской девушкой. И жизнь по заповедям, жизнь в строгости, посвящение всей своей жизни Богу было абсолютно ее мировоззрением. Поскольку мы говорим о самой главной еврейской женщине, которая вообще когда-либо родилась, то есть сама Дева Мария, Богородица, нельзя не упомянуть тоже об этом месте. Это был самый великолепный храм Иерусалима в византийском периоде. Да, вот именно этот храм, который сейчас из него почти ничего не осталось. Его разрушили в 7 веке персы и с тех пор никогда не был восстановлен. И даже сейчас, несмотря на то, что кое-что можно было бы показать людям, превратить это в вид, показать, делать его доступным, место стало совсем запущенным. Храм был построен при православного императора Юстиниана и назывался Неа. Неа в смысле новый. Это был новый храм в честь Теотокос. То есть Теотокос – это Богородица по-гречески. Так что мы идем в сторону Сиона. Храм этот должен был как будто быть вообще как символ новой империи. Император Юстиниан хотел тут оказаться как Соломон, который строит храм. И многие даже считали, что место, где был построен храм, не связан с царем Соломоном. Много считают, что это просто выдумка. Но дело в том, что, знаете, что во времена второго храма, во времена Ирода, был еще альтернативный храм. То есть не только храм Ирода, не только то место, где сейчас стена плача, где сейчас купол над скалой и мечеть Алакса. Это как раз был храм Иесеев на Сионе. И мы, в принципе, точно не знаем, как христиане относились к этому храму. Но, в принципе, как ученые показывают, что существует связь, можно даже сказать, генетическая, не только духовная связь, между этими общинами Иесеевскими и возникновение христианства, которое являлось одно из направлений или отвертвления в юдаизме времен второго храма. Именно поэтому эти места связаны на Сионе с Иоанном Богословом, с Богородицей. Это считалось как последний ее земной обитель. Вот мы сейчас у сионских ворот. Мы, в принципе, сейчас стоим на Сионе. Так немножко, чтобы вы знали, где мы находимся. Всю дорогу, которую мы прошли сегодня, было, в принципе, по этому склону. Получается, мы шли всю дорогу по восточному склону горы Сион, шли вверх, и мы добрались до места. Получается, еврейский квартал, по-хорошему, начинается здесь. То есть, это западный холм, который находится над градом Давидов. То есть, получается, опять повторяю, был нижний город, верхний город. Верхний город был как раз здесь. Здесь мы сейчас проходим через сионские ворота. Ворота эти, так же, как и вообще стены старого города, это все времен турецкого периода. То есть, 16 века, период Османской империи. Ну вот, вышли мы сейчас из стен, вышли из ворота. То, что мы видим тоже обстрелянные вот эти стены, это тоже специально, это оставили как памятник о войне 48-го года, когда город был под осадой. Никак израильские отряды не могли его освободить от ярданцев и прочих арабских войск. То есть, все это как бы было до 67-го года. Вот это место сейчас называется Сионом. Во времена же Христа и во времена земной жизни Богородицы это был просто верхний город, как Рафаил уже говорил сегодня. Это была просто часть Иерусалима, западный холм, где жили довольно обеспеченные люди, потому что это было рядом с храмовой горой, а чем ближе к храму, тем дороже были дома. И вот здесь по нашему древнему местному палестинскому преданию стоял дом апостола Иоанна Богослова. Тот самый апостол Иоанн Богослов, который стоял при кресте Господа во время распятия, который был самым юным из его учеников, самым любимым учеником Христа, как в Евангелии сказано. И вот Господь вручил ему, Богородицу, момент своего распятия. Он сказал, жену се сын твой, и ему се мать и твоя. И вот наше предание христианское говорит, что Иоанн Богослов забрал к себе Богородицу, и она жила в его доме до глубокой довольно старости. Если сделать все вычисления, выходит, что Матерь Божия умерла где-то в возрасте 72 лет примерно. Вот здесь налево – это проход к Сионской горнице, к тому месту, где была первая христианская синагога, ставшая потом церковью, и где Дух Святой сошел на апостолов. А вот в эту сторону мы пойдем к месту Успения Богородицы. Вот это здание, отойду назад, чтобы его было лучше видно, великолепный собор Дермицион. Монастырь, католический монастырь Успения Богородицы. Был построен в начале 20 века. Опять же, не буду сейчас вас загружать историческими подробностями об этом месте. Смотрите, как птицы удивительно кружат над местом Успения. Глядите, очень красиво. Кому интересны именно исторические подробности об этом месте, заходите на наш сайт ТОПОС. Смело и уверенно в меню нажимайте «Экскурсии», выбирайте «Израиль и Руссалим», там найдете экскурсию по Сиону. И там будет более подробный рассказ и посещение этого места. И вот здесь был дом Иоанна Богослова. Почему у галилейского рыбака был дом в дорогом районе Иерусалима, остается загадкой до конца. Никто, думаю, на этот вопрос не ответит и не знает, но традиция так нам говорит. Возможно, что поскольку у его отца была большая артель, все-таки он и сам отец их, и все братья ловили рыбу, были рыбаками, возможно, имели маленький домик здесь в Иерусалиме для того, чтобы просто приезжать сюда из Галилеи, где они жили, на Песах, на Пасху еврейскую. Кто знает, но вот наше предание, начиная уже опять же с IV века, говорит, что здесь произошло Успение Божьей Матери. Сегодня место это закрыто, но я сейчас покажу вам небольшой фрагмент экскурсии, которую снимала в том году. В самом центре крипты находится скульптура Божьей Матери, изображающая Успение. Это вот такой католический вариант плащаницы. Сделана она была в 50-е годы из вишневого дерева и расписана. В куполе мы с вами сейчас обойдем, чтобы было лучше видно. Над Божьей Матерью есть замечательная мозаика, которую я сейчас вам покажу. Только нужно смотреть с другой стороны. Пока же мы видим пределы вокруг. Это пределы разных стран, которые пожертвовали их. Вот смотрите, какая мозаика. Это Христос Спаситель в окружении жен Ветхого Завета. Евы, Мариам, сестры Моисея, и Юдив, и Уиль, и Сфирь, и Руфима, и Витянки. Ну вот, дорогие друзья, Рафаил побежал в школу забирать девчонок. А мне пришло время с вами прощаться. Прежде всего я хочу поздравить всех православных 28-го числа Успения с праздником, с Успением Пресвятой Богородицы. И также хочу сделать маленькое объявление. Мы нашли техническую возможность оформлять подписку на утренний кофе через сайт ТОПОС. То есть мы завели там страничку и выкладываем туда выпуски нашей бонусной программы утренний кофе в записи. И те из вас, у кого Ютюб не показывает кнопку спонсорства или не принимает ваши карты, теперь могут оплатить через ТОПОС и смотреть утренний кофе в записи точно так же, как те, кто подписан через Ютюб. Единственное, что вы не сможете участвовать в прямых эфирах, но это уже технический момент, который пока что мы не преодолели. Но тем не менее 70%, даже 80% подписчиков через Ютюб все равно смотрят кофе в записи. Не хватает времени по утрам. Так что просто-напросто в описании к этому видео перейдите по ссылочке, почитайте там. Буквально одной кнопкой подписка оформляется, ее нужно будет, правда, обновлять каждый месяц. Но тем не менее вы сможете в тот же день, когда у меня эфир на Ютюбе, смотреть кофе в записи и быть с нами, и участвовать в наших теплых, очень творческих, дружеских кофепитиях. Мы обсуждаем очень интересные темы, так что я всех, кто друзья нашего канала, сердечно-сердечно приглашаю. Вот, все, до свидания, до скорых встреч, всего самого хорошего!